Всем здравствуйте! Юрий Шулипа в эфире канала Народная газета. Весь из себя молодой, красивый, в футболке и на агента, и с прекрасным фоном за окном. Юрий, здравствуй, где ты тут находишься? Привет, Света, и отдельное моё пламенное приветствие всем зрителям и слушателям твоего канала из солнечного города Скотовска Херсонской области. Ох ты, как звучит! А у вас там хорошо? Какая у вас температура? Ой, шикарно! Сейчас вот у меня показывало, ну, на моём мобильном телефоне плюс 304. Солнечно, но, правда, ветер. Ну, у нас в Ереване где-то 40-42, но переносится это всё великолепно, без всякой напряги. А так, уважаемые мои зрители, значит, буду сегодня, с сегодняшнего дня, мы с Юрой договорились напоминать, пришли на передачу, не забывайте ставить лайк, делитесь видео, комментируйте в чате хотя бы по одному комментарию писать. И кто не подписан, подписывайтесь. Ну, а начнём, Юр, мы, наверное, с презентации твоей замечательной книги «Как Путин убивает за рубежом», да? Давай. Ну, вот, вообще, дело ты сделал громадной общественно-политической важности, и я никогда, в общем-то, не упускаю возможности о твоей книге поговорить. Что важного было вот в этой презентации? Ну, самое важное, я считаю, в самой презентации, это показать западному сообществу в первую очередь, потому что та презентация, которая прошла у нас 8 июня 2021 года в Киевском центре коммуникации и информации, именно донести информацию до международного сообщества, представителей дипломатических миссий стран коллективного Запада о той смертельной опасности, о тех преступлениях, которые агенты-бывики российских спецслужб, либо кадровые сотрудники российских спецслужб, они иногда бывают все вместе, совершают на территории их западных государств. Они убивают людей, либо вот то, что происходит на территории Украины, тот, помимо убийств, еще и отмечается значительный случай похищения людей, насильственное похищение людей с территории Украины и доставление их места лишения свободы в, соответственно, Российскую Федерацию. И задача была в чем, собственно говоря, показать и научному сообществу Украины, украинским общественным, политическим деятелям, значит, через дипломатию, соответственно, представителям зарубежных государств, о том, что Путин создал систему убийств людей. То, что вот тот вид убийства, который идет речь в моей книге, это убийство в рамках острых чекистских мероприятий, это неотъемлемая составная часть внутренней и внешней политики Российской Федерации. С одной стороны, там погибнет. И вторая парадигма исследований, это эти же преступления совершаются в рамках ведущейся Путина против коллективного Запада четвертой мировой гибридной войны, которую Владимир Путин ведет, я напомню зрителям и слышим, с 20 февраля 2014 года, то есть то, что официально зафиксировано Министерством обороны на так называемых медалях за возвращение в кавычках Крыма. Я считаю, мы с нашей вместе справились, информацию донесли на Кирпус Дели Ньюс. Я рекомендую всем зрителям, позже с твоим каналом, почитать большую оптическую заметку, которая вышла. Ее уже по данным счетчика портала прочитало свыше 50 тысяч оригинальных пользователей. Так что я считаю, что пока вот на этом тактическом уровне мы справились. Следующий, да, позиус, я хочу анонсировать, что у нас в июле месяце также запланировано проведение презентации данной книги, но уже не с представителями зарубежных государств, там, и с российской оппозиции, интеллигенции, с политическими экспертами, а уже непосредственно с представителями органов государственной власти Украины. Да. Никифор Ляпец-Трубецкой пишет, что книга хорошая, лет на семь оценится в скрипоносной тебе. Ну, как оценивать? Смотрите, я вам скажу так. О чем исходило? Преступления, которые совершает Владимир Путин и его спецслужбы, вот это все, значит, российская, вся векушка силового российского руководства, службы, они не могут быть государственной тайной. То есть преступления государственной тайной не являются. Вот запомните все раз и навсегда. Я, конечно, прекрасно понимаю, что скрипоносные могут посоверковать уголовное дело по любому поводу. Не обязательно по книге. Не обязательно. Я вот, кстати, там пишу пример, как у меня, в общем-то, фактически целый раздел посвящен фабрикации уголовного дела Следственным комитетам по факту демонстрации памятника Конев. И там даже вот с точки зрения российского материального права нет оснований для возбуждения уголовного дела. Это чистой воды фабрикация, я это доказываю. Раз. И потом, даже опираясь на статистические данные, Я хочу предупредить, что в отношении тех, что если Следственный комитет России, точнее, Главное управление Следственного комитета России фабрикует уголовное дело по событиям за рубежом в отношении как граждан России, либо иностранных граждан, то существует очень высокая вероятность, очень высокая вероятность, что эти люди станут объектами российских спецслужб, либо их агентов-бывиков. То есть этих людей уже де-факто Путин приговорил к смерти. Причем это доводится как на основании тех статистических данных, которые обобщены в моей работе, так и, соответственно, правового регулирования. Это как взаимодействует Следственный комитет с ФСБ. И фактически там целая глава у меня посвящена тому, что комитет России является, помимо Главного управления Генерального штаба вооруженных сил России ФСБ, служба внешней разведки, четвертым органом внешней разведки Российской Федерации. Да, а я к зрителям обращаюсь. Вот качество связи, конечно, оставляет желать лучшего. Все-таки не из кабинета, а из походных условий Юрий Вещает. Ну, вы все-таки напишите, друзья, а как, можно слушать? Или совсем уж тяжело, как говорится. Напишите обязательно. И я благодарю Вячеслава Андреевича П. Он прислал мне 100 рублей и написал для иммунитета. Спасибо, Вячеслав, дорогой. Следуйте его примеру. И хотя бы лайки ставить тоже не забывайте. Юр, а с презентацией, ладно, понятно. Вот смотри, да, судя по последним событиям, человечество как-то учится противостоять мировому злу, который символизирует Путин. И вот с 28 июня в Черном море начнутся крупнейшие за четверть века многонациональные учения. Это как демонстрация мощи, да? Ну, тут, в первую очередь, демонстрация мощи, это один из факторов. Второй фактор, безусловно, это поддержание стратегической безопасности в Черном морском бассейне. Почему? Потому что мы видим, что Российская Федерация... Я в таких эфирах постоянно беспрестанно говорю, зрители и слушатели знают, что Россия взяла курс на милитаризацию. Путин готовится постепенно, медленно. Даже многие эксперты это не замечают. Но мы вот эти люди, которые постоянно, вот чуть ли не ежечасно наблюдаем за тем, что происходит в Кремле, в генеральном штабе России и так далее. Мы видим, что Путин все равно готовится, хоть не с такой скоростью, как это было до 2014 года, даже примерно до 2017 года, к большой кунициальной войне. Идет стремительным ходом сейчас наращивание военного потенциала во временно оккупированном Крыму. И я же вот тогда еще говорил в прошлом передаче, и в этой я скажу, что переформатируется 58-я десантно-штурмовая бригада в Камышине. Она переводится сейчас, ну практически уже перевели, во временно оккупированной России город Феодосия в Крыму. И она будет переформатирована в парашютно-десантный полк. То есть в полк, точнее в десантно-штурмовый полк. А десантно-штурмовые войска, я напомню, что это войска не для защиты. Это чисто нападательные войска. Зачем, казалось бы, во временно оккупированном Крыму, если вот Россия, как она себя там иногда провозглашает, что типа мы ни на кого не нападаем. Ну раз вы ни на кого не нападаете, зачем вам? Зачем, во-первых, вы оккупировали эту территорию? Вы уже напали по международному праву, совершили акт агрессии. И вы на это же временно оккупированной территории формируете ударную группировку войск, десантно-штурмовый полк. Значит, вы уже собрались нападать. Вот вам важнейший, это один из первых и важнейших развит признаков о том, что Россия собирается нападать. Потом Россия усиливает и морскую группировку войск, и сухопутные по мере возможностей. Вообще вот сейчас на европейском континенте временно оккупированный Крым, это самая крупнейшая российская военная база. Из чего, собственно говоря, Крым сделает. Поэтому, естественно, для того, чтобы обеспечить стратегические приоритеты, защитить союзников от возможного российского военного вторжения, подобное родное учение проводится. И, безусловно, проведение учений НАТО нужно просто приветствовать. Я считаю, это отлично, что подобного рода военное учение проводится. Это просто отлично. Учение это одно. Вот уже тут все последнее время обсуждается инцидент с британским кораблем «Дефендер». А причем российские СМИ хвастаются, что нападавали англичанам, и корабль их с позором бежал. А Минобороны Британии говорит, что это выдумка. А на самом деле ни тот, ни другой вариант действительно не соответствует. В реальности было что-то третье, да? Смотрите, в реальности я вот всем рекомендую посмотреть очень внимательно 5 минут и 55 секунд кадры, которые засняты британской радиовещательной компании BBC. Это просто супер. Во-первых, сразу хочу сказать, что корабль-защитник, вот этот эсминец «Дефендер», это крупный военный корабль. Он плыл по тому курсу, который обозначен, точнее, это международный морской путь, который в том числе и согласован с Украиной. Почему? Потому что, смотрите, Великобритания, как и все страны мира, не признает российскую оккупацию, автономной республики Крым. И поэтому зачем? То, что там что-то требует оккупанта, естественно, это незаконно. Абсолютно. И поэтому этот крейсер шел в точном соответствии с действующими нормами международного права, в соответствии с морской конвенцией, иными различными основополагающими актами. для российских оккупантов, по всей видимости, это было неожиданностью. Почему? Потому что они, его, скажем так, обнаружив эсминец, по всей видимости, как это было, учитывая хронокрометраж событий. Руководство Черноморского бассейна, военно-морской группировки в Черноморском бассейне, приняло решение сразу немедленно начать военное учение в акватории временно оккупированного Севастополя. И затем, конечно же, они доложили, безусловно, и Шойгу. Шойгу доложил Путину о том, что их проплевает эсминец международных признанных водов. Ну и, скорее всего, наверное, там на уровне генерального штаба России поинтересовались. Он никаких инцидентов не создал? Да нет, он просто плывет и все. А, говорит, ну раз цвета вне, значит, посоздайте ему инциденты. И таким образом, значит, они уже просто задним числом, скорее всего, в рамках проведения вот этих так называемых учений в акватории Севастополя открывали по каким-то, значит, ложным, скорее всего, целям стрельбу, чтобы потом ее выдать за то, что они стреляли якобы вот в этот корабль. Но на самом деле, вот обратите внимание, я хочу вернуться к видеозаписи, которые обнародовали, то есть, монета BBC. Да, действительно, российские оккупанты связывались с кораблем, которые, точнее, с британским кораблем, они им угрожали, сказали, что, типа, мы по вам откроем огонь на поражение. Это было такое. Но вот тут, я считаю, замечательная, великолепная картина. Это кадры, это кадры, я считаю, которые достойны внимания и должны все просто посмотреть. Замечательная команда британских военных, просто вот они выштурдированы. Великолепная военная выправка. Абсолютно спокойно стали готовить морские пулеметы, подготовили ракетные комплексы, перевели их в полную боевую готовность, пулеметы, и уже были готовы отдавать огонь по оккупантам. Но оккупанты, естественно, не испугались. Да, там показан вот этот корабль пограничной службы ФСБ. Я напомню зрителям с точным, что этот корабль, он делается на Ярославском судостроительном заводе. Но это просто такая консервная баночка, которая из того пулемета, который виден на кадрах, то есть из морской зенитной пушки. Но его уничтожить можно буквально несколькими выстрелями, и он бы уплыл. И таким образом, я вам скажу честно, оккупанты просто испугались, обгадились, обгадились. И командующий, значит, морским флотом, временно оккупированным морским флотом Крыму, не дал команду открыть огонь на поражение по британцам, потому что он увидел, скорее всего, почувствовал, что они будут готовы ответить. А потом, когда они уже прошли, вот на вот этих учениях, так сказать, сымитировали российские оккупанты стрельбу, что, мол, мы стреляли, и все. И доложили тогда Путину, что, типа, да, мы открывали огонь на поражение, и российская пропаганда, что важно, через зрители, слушайте об этом внимания, российская пропаганда, она воспроизвела тот нарратив, который уже главнокомандующий военной морской группировкой во временно-оккупированном Крыму доложил Путин. Вот то же самое они воспринимали, что, типа, да, вот они заплыли в наши воды, мы по ним открыли огонь, они испугались, трое селье ушли. Вот так это выдала российская пропаганда. Но это, опять-таки, я говорю, вот почему важно, да, вот множество есть таких деталей, которые требуют разъяснения. А это все-таки в рамках ведения Путиным четвертой мировой гибридной войны. То есть Путин ищет любой повод. Вот если, значит, ну вот даже вот корабль эсминец прошел мирно, да, или еще что-то вот, ну не трогать Путина, да, то тогда, ну в России понятно, вот, и ФСБ, и следственники, то, что я говорил, фабриковать уголовное дело, и любые материалы в России, фабрикация – это традиция. Вот в России фабрикация уголовных дел, событий, фактов, обстоятельств – это традиция. И они поэтому просто решили сфабриковать, значит, свою мощь, непоколебимость, то, что они не испугались, открыли огонь на поражение, специально для внутренней вот этой своей аудитории, специально для внутренней аудитории, для того, чтобы у людей, у граждан России разжигать рознь и ненависть к коллективному западу. То есть это все соответствует полностью логике четвертой мировой гибридной войны Путина. Это его, значит, идейно-политическое вот такое обоснование, потому что я неоднократно говорил, еще пользуясь случаем, опять вновь скажу, что Путин планирует, и существует высокая доля вероятности, что примерно к 17 сентября или вот в районе 17 сентября этого года Путин может совершить широкомасштабные военные вторжения на территорию Украины, в том числе и с территории временно оккупированного Украина. Да, Юр, тут твоя землячка украинка Лена Романова пишет, надо было их таранить, как украинские суда. Давай, мля, дав их, мля. Да вот видела я тут, как выглядит вот этот ФСБшний катерок по сравнению с эсминцем. Ну, примерно как моська рядом со слоном. Наверное, моська там малость испугалась. Дело в том, что на Ярославском судостроительном заводе там больше кораблей не делают по объему габаритов, чем вот это ФСБшное чудо. Но, конечно, тут опять-таки, смотрите, какая ситуация. Даже если они угрожали, но не открыли первыми огонь на поражение, то, соответственно, не было смысла открывать и британцам. Ну, конечно, было бы классно, и действительно, я во многом это поддерживаю, если бы британцы открыли вагон на поражение, уничтожили бы этот, там бы затопили бы этот кусок металлолома и уничтожили две сушки, которые там летали в небе. То есть вот этим ракетам, значит, зенитно-ракетному комплексу было бы просто достаточно выпустить две ракеты, и эти две сушки были бы уничтожены в воздухе. Вот, и понятно, чтобы путинская Россия не стала бы никакой огонь открывать, ничего, опять бы просто повоняли бы и все. Конечно, ну, было бы, да, было бы просто, ну, для нас личного, было бы просто больше двухсотых, вот и все, со стороны врага. Николай Андреевич пишет, ну, как обычно, наши хотели повыделываться, а в конечном итоге обделались. А вот в чем мы первые в мире, так это в пропаганде, как говорится. Так нужно, да, да, я сейчас проясню, я к Николаю Андреевичу хочу лично прояснить. Николай Андреевич, это не ваше. Это такие же для вас оккупанты, как и для тех людей, граждан и иностранцев, на чьих территориях они пребывают. Это такие же абсолютно оккупанты, как и вот эти все полицаи, псиновцы, суди, которые выносят сфабрикованные решения. Это точно такие же оккупанты. А с оккупантами разговор один. Если они не понимают, не прекращают оккупацию, уничтожают. Да, ну вот смотри, да, сейчас учения с 28 числа начнутся. И вообще, та же Великобритания, вообще НАТО, флот НАТО, он ведь себя довольно-таки спокойно и раскованно в экватории Черного моря ведет. Вот будет, если что-то похожее в дальнейшем? Как ты видишь развитие событий? В любой момент. Значит, смотрите, подобная ситуация даже во время учений может произойти. Причем в любой момент. Я думаю, что действительно, судя по тому, как повели оккупанты, потому что это им не... Украинские какие-то... Все-таки, да, с кораблями странов НАТО, стран-членов НАТО, они не стараются связываться. Да, они вот просто как позорные дешевые шавки там гавкают, типа гав-гав-гав, мы там огонь откроем, да, и все. И больше как, кроме гавканья, тут мы видим, не доходит дело. Поэтому подобный прецедент, он может с высокой долей вероятности состояться и во время учений. Но даже если он спустит, и это приведет к открытию огня на поражение, то есть сначала со стороны оккупантов, а потом и стран-сил НАТО, то просто оккупанты будут уничтожены и будет со стороны врага больше двухсот. Вот смотри. Да, то есть здесь вот такая ситуация будет создаться, все, что не будет делаться, только в лучшем. Да, слушай, я сейчас прочитаю три точки зрения, да, на ситуацию, а ты прокомментируешь. Муми Тролль пишет, пыничке надо на что-то списать свои экономические прорывы, вот война была бы ему очень кстати. Николай Андреевич, если будет кому вторгаться, благодаря принудительной вакцинации укокошат большую часть населения. И Хиггс Базон пишет, что пыничка, скорее всего, развяжет гражданскую войну внутри страну. Это на нее можно будет списать все экономические провалы. Вот такие позиции у моих зрителей, твоя точка зрения. И практически все позиции правы. Что касается развязывания гражданской войны, она уже развязывается. Я потом об этом подробно расскажу, когда буду, с твоего позволения, комментировать выступление главы чеченской телерадиокомпании, который сказал, что врагов Кадырова надо убивать, и он тоже будет их убивать. Потом, ну да, здесь, конечно же, с одной стороны, путинская война, вот эта четвертая мировая гибридная, которую он ведет, это и есть отвлечение от внутренних проблем. Но это одна из составляющих. Но главное, я считаю, какой коренной мотив этой войны. Почему? Потому что Россия исторически, она не может быть спокойным и мирным государством демократическим. Это как раз-таки есть естественная Россия, которая исторически под прикрытием собирания земель русских, потому что вся история России, она в основном сфальсифицирована. А большая часть этой истории, исторический период до Ивана Грозного, он украден у Украины, где Россия объявляется Путиным, ну, таким неким тысячелетним русским рейхом. Потому что там идет история от Киевской России, это история, которую украли россияне и у украинцев. И Россия, еще раз повторяю, она никогда таким спокойным демократическим государством не была. Россия не может быть другой, исторически. Это или империя будет, тюрьма народов, агрессор, который будет постоянно у всех воровать территории, захватывать, оккупировать то, что там, где плохо лежит, воровать. И там, где Россия, как говорится, не дает по рукам. Либо эта тюрьма народов распадется, и все народы, которые, вот эти республики, ну, протогосударства, которые находятся сейчас формально в составе Российской Федерации, они обретут свою независимость и уже в дальнейшем выберут свои пути развития. Юра, а ты упомянул Кадырова, действительно, глава ЧГТРК Грозный пообещал убивать всех, кто критикует Рамзана Кадырова. А вот этот глава ЧГТРК считает, что любой, кто против Кадырова, это враг чеченского народа. И если его нужно убить, его убьют. А если избить нужно, избьют. Вот так вот, видя такое господина Ахмадова есть, да? Вот к чему эти угрозы и реально ли их исполнение? Ну, что реально мы неоднократно наблюдали. Рассказывай подробнее. Эти угрозы, они связаны. Это все абсолютно реально. Я сразу предупреждаю зрителей и слушателей. Будут убивать. Я в прошлых эфирах, по-моему, уже где-то в течение месяца у тебя говорил о существовании плана Патрушева, который утвердил Владимир Путин еще с конца прошлого года. Чистое поле. Это по зачистке вообще всего российского инакомыслия. Назовем его так. И я также говорил, и напомню еще раз, что сейчас даже уже в региональных управлениях ФСБ, в том числе на базе отделов по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, создаются негласные оперативно-бывовые группы для убийств людей. То есть убивать уже теперь внутри России в рамках реализации этого плана будут не только с помощью новичка, потому что с помощью новичка мы видим, что множество операций было провалено. И все те, которых должны были убить, они от этого новичка погибли. А вот убийцу, например, как пытались одного химика убить в Сочах, это один из разработчиков новичка, по-моему, его фамилия был... Мугрев. Еще какие-то несчастные случаи, типа самоубийство и так далее, или просто там такие бывают убийства, которые они маскируют под бытовуху, они намного более удачны и успешны. И поэтому я считаю, что... Я не то, что считаю, а я знаю, и я уверен, что к словам вот этого, значит, кадыровского опричника, информационного опричника и пропагандиста, который сказал, что всех врагов кадыров надо убивать, нужно безусловно прислушаться. Правда, тут стоит отметить такой факт, что в Чечне и так убивают уже людей вне рамы костах-чекистских мероприятий. А на самом Кавказе, вот я как следователь, значит, выявил и классифицирую, что Владимир Путин создал 5 систем убийства, и вот во второй системе его убийства, это убийство в международно признанных границах Российской Федерации в рамках так называемых контртеррористических мероприятий. То есть там и вот, значит, мемориал, там другие правозащитные центры, неодрогатно можно посмотреть и их доклады, и материалы, которые они публикуют, людей вообще убивают просто по беспределу без суда и следствия. Почему? Потому что вот говорят, мы на Кавказе, условно говоря, уничтожили там 20 террористов, но нет ни одного обвинительного приговора, нет даже уголовных дел. Хоть мало-мальски сфабрикованных по факту, значит, участие этих людей в террористических границах, что эти люди действительно являются террористами. У них даже нет правового прикрытия, то есть правового обеспечения этих убийств. Вот. И тут, опять-таки, вот я немножечко позволю себе вот в своих измышлениях зайти поглубже. Стирается связь. Вот что для меня лично как исследователя является такой болезненный, более тяжелый момент, потому что стирается грань между системами убийств Путина. То есть, по сути дела, значит, система 3, это убийство в рамках острых чечнистских мероприятий, оно переходит в систему 2. Именно на Северном Кавказе это убийство людей в рамках проведения так называемых контртеррористических операций. Поэтому еще раз повторю, в Чечне и так убивали на Северном Кавказе и будут убивать без ФСБ. Но, тем не менее, уже, значит, скорее всего, к началу осени, вот мы, вообще известно, что так называемые выборы в госдурку должны 19 сетей пройти, вот к этому времени и в рамках плана Патушева в Чистой поле планируется вообще зачистить все полностью, всех полностью несогласных. И потом, опять-таки, почему они так решили, вот эти все силы, потому что понимаешь, что пабликация уголовных дел это все-таки затратный процесс. Нагрузка на юстицию, прокуратуру, адвокатов, писать кучу бумаг, потом этих людей будут признавать политическими заключенными на международной арене какие-то новые издержки у них будут появляться и так далее. А так достаточно просто обычных дел оперативного учета от тех же самых оперативников ФСБ. Собрал, убил и все, и, как говорится, после этих смертей никакого ни суда, ни следствия не будет. Тут, точнее, нет, будут какие-то проверки по факту убийства, потом ложная версия, что якобы там самоубийство произошло несчастный случай, либо вот как с ситуацией с немцом. Я думаю, даже меньше. То есть, смотрите, тут еще в чем, значит, что система будет постоянно сужаться, права человека в России будут постоянно уменьшаться, 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 уменьшаться. И людей уже будут, и людей, когда уже будут убивать, ну, это как убедиться, да, и вот я просто рассказываю логику развития вот этих убийств в рамках реализации плана Патушева «Чистое поле», то уже даже не будет каких-то там подставных, значит, убийц, типа как вот, осужденных убийц, типа как произошло, значит, убийцем немцов. Просто будут запускать концы в воду, МВД и ФСБ будут писать отписки, что типа несчастный случай и вообще не будут возбуждать уголовные дела по факту проверки. То есть полностью система застопоряется и, значит, фактически, фактически, фактически это будет то, что уже было в конце 20-х, начале 30-х и 40-х годов прошлого века. Просто, значит, убийство и внесудебные казни. Вот, Юр, а Путин называет Чечню самым демократическим и самым безопасным регионом. Ксения Собчак в свое время, примерно, такое же сделала заявление. Насколько искренне эти люди? Или они так заблуждаются, у них такая информация? Ну, минуточку. Лично для этих людей, конечно, это самый безопасный демократический регион, потому что Путин установил в этом регионе порядок. Путин поставил, привел к власти своего коллаборанта чеченского народа Кадырова. Он никакой, на самом деле, не герой Кадырова, реальный его реальному правовое состояние, международному праву и так далее. Когда в России распадется, это все будет установлено. Он коллаборант. Он коллаборант и обслужник Кремля. Поэтому, конечно, для Путина это, в его понимании, это, безусловно, самое демократическое государство. Но это не для всех, еще раз повторяю. Потому что люди, тут нужно чего искать, и Путин прав, и Путин прав. Почему? Вот опять-таки, в чем я вижу правоту Путина здесь? Потому что, когда для него что-то демократическое, полезное, то для всех остальных это смерть. Потому что в России все остальные для Путина это просто рабы, холопы, обслуга и мошкара. Ну, вот Хигбазон пишет, что у Пахана уже финансы поют романсы, остались только дешевые понты по телевизору. Так ли это? Нет, не так, потому что Запад сам виноват. Он вкачивал в Россию огромные деньги. Завершается строительство Северного потока. Пока лично я анализирую общедоступную информацию не уверен, что Северный поток будет запущен. Вход. Но, тем не менее, Запад продолжает покупать у России нефть, газ, металлы, природные ресурсы. Европейский Союз один из крупнейших экономических партнеров России. И это, я считаю, со стороны Европы преступно и подло покупать у потенциального врага и агрессора того, кто ведет четвертую мировую гибридную войну против этого Запада. То есть, надо сжать его деньгами, чтобы враг ввел против тебя войну. Я, кстати, рекомендую всем зрителям и слушателям почитать в англоязычной версии на сайте НАТО коммунике 30 глав государств стран-членов НАТО. Светлана, я тебе, по-моему, перед передачей его сбрасывал. Я сам изучал этот документ. Единственное, смотрите, вы не читаете его, там он есть в версии на русском языке и на английском. Вы читаете его в версии на английском языке, лучше через Google переводчиков переведите. Почему? Потому что там русскоязычная версия, она даже по пунктам отличается от англоязычной версии. Я смотрела, да. В пункте 3 англоязычной версии указано, что Россия, значит, агрессор, агрессор, потенциальный агрессор для уже НАТО, 30 стран НАТО, признали Россию потенциальным агрессором против себя. Да, вот смотри. Россия занимается терроризмом. Я вот свои книги рекомендую, да. Да, да, да. Слушай, смотри, вот роль Германии, она довольно-таки своеобразна во всех вот это происходящих событиях, да? Как ты оцениваешь деятельность ангела Меркель и ее взаимоотношения с Путиным? Лицемерные и предательские. С одной стороны, они говорят, Германия говорит о сдерживании, а с другой, лично Меркель, ее коррумпированное правительство, коррумпированное российскими деньгами, поддерживает проект международной путинской газовой мафии. Это проект путинской мафии, а путинская мафия с подключением туда своих агентов из правительств Европы становится международной мафией, преступные интересы России. То есть Меркель действует против национальных интересов Германии, Меркель действует против энергетической безопасности и Германии, и стран Европейского Союза. Это фальшивая, лицемерная деятельность, абсолютно предательская по отношению к немецкому народу. Меркель совершает откровенное предательство, и я ждусь, не дождусь, пока зеленые победят в Германии. Я считаю, единственное спасение Германии и Европейского Союза, это вопрос об аналитическом суверенитете Европейского Союза, экономическом. Это вопрос защиты Европейского Союза, в том числе от российской агрессии, победы зеленых. Если зеленые победят, тогда будет все супер. А зеленые пора на пенсию. Вот что интересно двигает Анжела, движетель Анжела Меркель, только не говори, что деньги. Я достаточно знаю ее биографию, и более скромной в быту и во всех проявлениях женщины, сложно себе представить. Я думаю, если не деньги, скорее всего, да, я действительно с словом, что не совсем деньги ей движут, но у самой Меркель возможно, и там меня так видится, коррумпированное окружение, которое оказывает на нее влияние, органически связано с Путиным, с Россией, со службой внешней разведки, МИДой и всеми прочими структурами, которые вводят ее умышленно, на мой взгляд, мне кажется, в заблуждение. И с другой стороны, мне кажется, все-таки как-то она вот так же, как и Дональд Трамп симпатизирует Путину и вот этой вот преступной чекистской фашистской России. Вот есть у нее, к сожалению, такая симпатия. И третий фактор, я считаю, это вообще непонимание, непонимание ситуации, то, что Путин начал четвертую мировую гибридную войну не для того, чтобы остановиться где-то на Украине, Европе и так далее. Путин, вот смотрите, вот то, что, кстати, говорит Путин, я считаю, и как показывает практика, как практика показывает, его большинству нужно верить. Он говорит, Россия без границ. О чем говорит? О том, что Россия, то есть при Путинской России никто в мире не безопасен, нет никому никакой гарантии безопасности. Это государство, которое действительно отрезалось, оторвалось. Это государство преступник, агрессор, изгой. Вот Елена Романова пишет, что Меркель по традиции пойдет работать в Газпром, я как-то не очень в этом уверена. Ну, Меркель, возможно, и пошла бы работать в Газпром, но здоровье уже не позволяет, и она... Так, 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 что-то совсем зависло. В том числе... Ага. Ну, говори, говори. Да, слышно? Да, я нормально... Да, я отлично слышу, вижу. Вот, поэтому, что касается Германии, важно, чтобы в Германии, значит, сейчас пришли зеленые, я надеюсь, они победят, запретили вообще этот северный поток, полностью, значит, его запретили, аннулировали максимально возможные все контакты, контракты с Газпромом, вот, и уже решали, вопрос об энергетической суверенитете, энергетической независимости Германии. Почему? Потому что все-таки Германия, это одна из ведущих экономики Европейского Союза, и от нее также зависит ситуация во всей Европе, именно экономическая, газовая, политическая и так далее. Я приветствую Володю Штолья, поздно появился, ближе к концу эфира, но все-таки появился, да? Вот смотри, Светлана Скрытникова, она тоже жительница Украины, пишет, Европа не понимает, что этот поток нужен Путину для того, чтобы потом свободно бомбить Украину, так как газ пойдет в обход. Юр, вот это вот, и несколько раз видела такую фантастическую версию, да? Не знаю, насколько она фантастическая, люди у нас в Кремле не вполне адекватные, что когда вот этот трубопровод был задуман, то, значит, труба, диаметр, или как там сказать, трубы, была рассчитана так, чтобы там внутри газопровода свободно могли проходить танки Армата. Что ты на это скажешь? Ну, танки Армата там, конечно же, не пройдут, это слишком рискованно для них, вот, это же, ну, нет. Конечно, так, в принципе, по размерам может создаться впечатление, что якобы, нет, там, вы знаете, это хуже. Почему? Потому что, смотрите, танки всегда появляются уже в самый последний момент, особенно это, что касается гибридных войн. А стратегия гибридной войны Путина, она как раз-таки заключается в экономическом ослаблении Европы, в экономическом, энергетическом, во всех вот сферах Путин пытается ослабить Европу и разделить ее, то есть, это ослабление раздела Европы, ослабление европейского, евроатлантического пространства. Это создать различные противоречия, внутренние конфликты, и таким образом Россия, она же как, она работает постоянно, то есть, она постоянно подрывает, ведет подрывную деятельность и так далее. А тогда, когда уже государство само достигает такого момента, например, как вот в Украине было, когда, вот я пишу в своих работах, что уровень, подожди, потенциал российской агентуры на тех территориях, которые сейчас временно оккупированы на России, он превышал потенциал центральных органов государственной власти и вообще конституции и законов Украины. И сама по себе вот оккупация, фактор оккупации, это свершившийся факт. То есть, оккупация констатирует то, что государство проиграло гибридную войну. Вот когда российские оккупационные войска захватили Крым, потом Донбасс, это просто фиксация того, что страна частично, но проиграла гибридную войну, если часть ее территории захватит врагов. Вот смотри, после саммита в Женеве американская пресса писала о том, что благодаря Байдену отведена опасность третьей мировой войны. Российская пресса в захлеб писала, что это Путин так постарался, что теперь войны третьей мировой не будет. А вот политический аналитик Лилия Швецова сделала глубокий разбор этого саммита. И вот она тоже пишет, что обе стороны увидели пропасть и решили от нее отползти. Ты как можешь прокомментировать происходящее сейчас уже после саммита? Да, наша задача все-таки заглянуть вглубь. Может быть, не сам саммит и его детали, хотя это тоже важно обсуждать. А именно, что будет после саммита? раскрыть будущее, показать нашей аудитории картину будущего. Я считаю, что после саммита возникла тактическая пауза небольшая. И смотрите, нужно опять-таки обратить внимание на то, как будут в дальнейшем развиваться события. 20 февраля, извините, в середине сентября будут проходить крупнейшие стратегические военные учения России и Белоруссии, Запад 2021, на которых будет отрабатываться нанесение военных ударов как по странам НАТО, так и, соответственно, Украине. То, что я уже говорил в этой передаче, Россия наращивает свой военный милитаристский потенциал во время оккупированного Крыма, и в том числе на Донбассе нужно тоже об этом говорить. И как раз-таки именно к 17 сентября тут уже существует более чем высокая доля вероятности вплоть до 95-96, ну почти под 100%, что будет та же самая, что и была к середине апреля 2021 года. таким образом, да, вот опять-таки вот эта практика последних двух лет, она показывает, что для Украины самое страшное время, точнее, самое опасное время, когда Россия накаляет военно-политическую обстановку, это конец марта, начало апреля, и потом, соответственно, конец с августа середины сентября. Ну да, это у нас всегда самое время. Опять сейчас, чтобы уже зрителям и слушателям, я долго выгрузить не буду, то есть, кто внимательно следит за развитием политических событий, мы сейчас фактически проходим тот же самый круг тех же самых событий, которые уже проходили в прошлом году, но тут, что важно, мне кажется, на сдерживании российской агрессии против Украины, в том числе цивилизованных стран, будет не военное утучение НАТО, и вообще готовность Альянса защищать своих союзников, в том числе, кстати, Украину, это видно по коммунике, которое было принято на последнем саммите НАТО, это саммит 30 стран, членов НАТО, а третья волна коронавирусной инфекции, потому что сейчас в России мы видим, даже официальная статистика нам показывает, что коронавирус вновь бушует, вот я думаю, по всей видимости, это событие и станет сдерживающим фактором, ну и следующее событие, кстати, мы может быть с тобой как-то обсудим его, это вероятность протестов, все-таки я считаю, что после так называемых выборов в госдурку, которые назначены на 19 сентября этого года, должны быть в России протесты, я не могу сейчас точно сказать, и это никто не скажет, какой объем будет этих протестов, потому что социальная динамика она непредсказуемая, но также существует и третий вариант, что выборы, которые назначены 19 сентября, они вообще могут быть перенесены на следующий год ввиду третьей волны коронавирусной инфекции, так что по-живому увидим, как говорится. Ну, в общем-то, да, вот, смотри, да, давай все-таки про саммит этот закончим, в чем разница оценки, как Европа оценивает, как Украина оценивает, и как Россия оценивает, в нескольких основные штырюхи. Европа признала Россию врагом, страной-агрессором, это выходит из пункта третьего коммунике, то, что и там далее, что важно, идут такие пункты о том, что Россия не только военным путем, точнее, путем ядерного шантажа и угрозы пытается подорвать единство Запада, но также с помощью гибридных мер, то, что я постоянно об этом говорю, агентурно-подрывной деятельностью на территории зарубежных государств шпионажем, созданием пятых колонн, проведением активных мероприятий, и, что важно, сейчас новый вид преступности, который Россия совершенствует, это киберпреступности и различные кибератаки на официальные органы государственной власти системы финансов, энергетики, безопасности западных стран. Это то зло, с которым я считаю необходимо бороться шесточайшим образом. Почему? Потому что сейчас одна из главных угроз, помимо всего мноя перечисленного, это, конечно же, кибератаки, которые совершают российские какеры, которые совершаются безусловно с территории Российской Федерации и управляют по одной из линий кибератак. Это 12-е управление, главное управление Генерального штаба вооруженных сел России. Его штаб-квартира находится на пересечении Московской кольцевой автомобилей дороги и Химкинского шоссе. Это такое синее стеклянное здание, если кто ездит по МКАДу, по МКАДу или Ленинградске в сторону Алтуфьевского Ошташковского шоссе с левой стороны, они могут это здание увидеть. Оттуда регулируется, контролируется, точнее вот там это управление и управляет. Они работают с хакерами, потому что есть хакеры как агенты Главного управления Генерального штаба вооруженных сел России, завербованы, работают на Генштаб России, так они непосредственно кадровые военнослужащие, которые занимаются вот этими хакерскими атаками. Вот Верочка Месси пишет, что Путин на этом саммите вообще по итогам переговоров он не выбрал цивилизованную Европу, но это не значит еще, что он выберет и Китай, мне кажется, у него очень сейчас сложное положение, куда не пойдешь и везде одни неприятности. По Китаю вообще есть уникальная ситуация, что после так называемых выборов готовится, ну фактически это сделка, мы можем так назвать, название несколько грубое, по сдаче суверенитета России, Китаю, на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. Вот после этого мы можем уже, так сказать, частично Россию похоронить после этой сделки, потому что там Россия в силу закона, вот согласно этой договоренности Путина и товарища Си Цзиньпиня отдает свой суверенитет Китаю на этих территориях и почему Китай оттуда не уйдет, потому что смотрите, в практике китайской экспансии, где бы китайцы не находились, те позиции, которые они занимают, они со своих позиций не уходят, таких прецедентов в истории нет. И таким образом ситуация может развиваться следующим образом, что если в России начнет распадаться, я, например, все-таки прогнозирую, что пропал звук совершенно и отключился у нас, значит, ну что, уже, собственно говоря, у нас эфир-то подходит друзья к концу, а вот говорить на ходу, конечно, Юре. Да, 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 и когда Россия утратит управляемость на Дальнем Востоке, на Дальнем Востоке коммунистическая партия Китая во главе с товарищем Си Цзиньпи ведет ограниченный контингент желтых вежливых человечков на те территории, которые Путин им передал согласно договоренности для защиты китайского населения. Ну да, вот и все. И вот в свете того, как складываются события, еще не ясно, хорошо это будет или плохо, потому что настроение в Восточной Сибири сейчас и на Дальнем Востоке таковы, что абы хоть кто, лишь бы был кто-то ответственный за жизнь. Посмотрите, если мы будем говорить о стратегических целях, о стратегических целях, то в стратегическом плане, конечно, сейчас самый главный враг у мирового сообщества это путинская Россия, это враг значительно более опасный, чем Китай, но потом, когда Россия будет поглощена и разделена фактически на три цивилизации, это, как я говорю, китайская с Востока, исламская с Юга и европейская с Запада, то, соответственно, следующим противником западной цивилизации Украины, является также частью западной цивилизации, станет Китай. И поэтому сейчас руководству Украины и украинскому обществу необходимо думать о том, как создать вот такую геополитическую буферную зону с Китаем, то есть Европейский Союз должен создать, уже сейчас должен планировать создание буферной зоны с Китаем, потому что мы видим развитие Китая, как Китай развивается, Китаю действительно нужны новые территории, и вот Китай планирует те территории, которые вот он сейчас возьмет у России в рамках вот этих договоренностей, потом заселить своими людьми, восстановить там свои порядки, вот, то есть восстановить свою ту территориальную целостность, которую Китай утратил в результате российской экспансии во время Российской империи. Светлана? Да, 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 я вот читаю, что люди пишут, Николай Андреевич считает, что после выборов начнется тотальное уничтожение населения, я вот как раз задумалась, почему думаю после выборов, оно сейчас во всем же идет, конечно, да, Рыжий Лев считает, что протесты будут не за итогов выбора, а жрать будет нечего, с этим я совершенно согласна, ну, Светлана Скрытникова, вообще сомневаются, что будут ли эти протесты, потому что люди в таком состоянии, что они скорее умрут, чем будут сопротивляться, вот твоя точка зрения. Посмотрите, моя точка зрения следующая, сейчас Путин уничтожил консенсусную оппозицию, потому что кто-то называет вот этих людей, условно говоря, Пиловарова, Гудкова, Венедиктова и так далее, системная оппозиция и так далее. Я называю это консенсусная оппозиция, когда эти люди, они, хотя и Путина, критиковали за коррупцию и еще за какие-то нарушения, но это было в тех же рамках, которые Путин эти рамки отвел, то есть это так называем консенсусная оппозиция. теперь, когда консенсусная оппозиция уничтожена, то в бою конечно появится другая оппозиция, но это не будет уже эта оппозиция консенсусная. Здесь уже, как говорится, герои, новая оппозиция, они родятся на баррикадах, в борьбе и по всей вероятности в кровопролитной. Путинская, чикейско-фашистская ПГ, она без крови не уйдет. То есть Россия заплатит цену за демонтаж путинизма, равный существованию собственного государства. И в этом плане абсолютно согласен с Вячеславом Володиным, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. И Путин, он уничтожит Россию, это его, в общем-то, его какой-то эмиссия. И мы не знаем, реально, каков протестный потенциал вообще в самой России. Но, смотрите, как показывает практика, это выборы 2019-2011 года в Госдуму, выборы президента Республики Беларусь в прошлом году. Люди, когда принимают участие в выборах, и потом они проголосовав, понимают, чувствуют, что у них украли голос, и тогда они выходят. Это важно. И поэтому здесь на выборах мы ничего не изменим. Точнее, внутри России. Тем более, спираль будет постоянно задержиматься. Я уже неоднократно говорил о том, что на эти выборы без справки 2-го, точнее, ну, фактически есть справка меморандума, без справки меморандума, 2-го управления ФСБ о защите конституционного строя, так называемой, борьбы с терроризмом. Ни одного кандидата вообще не допускают. если есть справка ФСБ, то человек проверенный, лояльный, он идет партийным списком выборов. Все, сейчас решают все ФСБ всем. Все. Администрация Путина тоже потом решает вопрос, ведь не нет. Но главное, сейчас я говорю, вопрос решает ФСБ. Допустить ли человека до списков выборов или нет. Вот. И поэтому здесь не важно за... люди будут голосовать, могут просто там злойнистов, застолений и стал, за этих и так далее. Но когда они не голосуют с одной стороны за единую Россию, а с другой, когда мы знаем, опять-таки план, что Путину надо это 350 мест, это минимум, обеспечить в Госдородине, либо уже на худой конец, как до нас информация из администрации Путина доносится, ну, 300. То есть 300 это... Да. Значит, ну вот, и о чем тут еще разговор? Ну, все, друзья, у нас уже трансляция завершается, все-таки на ходу вести не очень сильно. Если люди просто проголосуют за любую какую-то... Да, 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 алло. Давай завершаем трансляцию. Да, я уже завершаю, да. Да, если люди просто проголосуют за какую-то иную политическую силу, а потом поймут, что их обманут, они выйдут на улицу и массовые протесты, возможно, станут и одним из катализаторов для демонтажа путинизма. Считаю, считаю такой, значит, вывод достаточно беспочвенным, но пускай будет хотя бы такой вывод. Ну, ладно, Юр, до свидания, давай отдыхать тебе дальше. Да, спасибо, Светлана, и вам всем пока. И в 20-30 Москвы приглашаю вас на канал Истории бабушки Светы на свою передачу «Поговорим». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!